Хорошо, если мы говорим о здоровье, давайте сразу договоримся о базовых вещах. Очень много людей, знаете, у них искаженные представления о том, что такое здоровье. Часто вы можете встретить вопросы, вы с кем-то пообщались, рассказали, слушай, вот тема, есть идея, я получил такие результаты, и человек вам задает вопрос, а сколько я должен это пить или сколько я должен этим заниматься? И вы, я надеюсь, 100% тут же понимаете, что человек абсолютно не понимает, что в принципе есть такое здоровье, что это позиционирование в голове у человека, это как какая-то программа, я не знаю, курс, какой-то процесс, да, который длится там месяц, два, три или полгода. На самом деле, если мы говорим о здоровье, это нечто такое комплексное понятие, которое для многих людей пока еще не актуально, наверное, да, но я думаю, каждый со мной сейчас согласится, что как только, знаете, как вот много таких разговоров есть на типу, сколько отведено, столько я и буду жить, да, это первое, или второе, я буду жить, типа, зачем тогда жить, если там себя в чем-то ограничивать, или что-то делать, и что-то не делать. Но я думаю, вы с этим сталкивались, как только у человека появляется проблема, неважно какая, это может быть от гастрита, язвы, или заканчивая там давлением, или сахарным диабетом, тут же мгновенно у человека меняются фокусы отношения к этому, хочется жить, хочется лучше себя чувствовать, хочется быть здоровым, и ты начинаешь судорожно искать, а что же делать, а что же поменять. К сожалению, у многих пока петух не клюнет, как говорится, да, ничего не поменяется. Я надеюсь, что у нас сейчас на нашей встрече люди осознанные, которые понимают, что лучше заниматься здоровьем, пока оно есть, да, и, естественно, заниматься профилактиками. Если говорить о моем образе здоровья, и к чему мы с вами должны прийти, о чем я сейчас буду говорить, это образ, который у меня в голове вот постоянно сидит. Я каждое утро, когда выбегаю на пробежку, там подтягиваюсь, ну, в общем, стандартная программа, я наблюдаю несколько картин. С одной стороны, я познакомился с человеком, которого зовут Давид. Он такой мужчинка поживого возраста, он так активно очень себя ведет, всегда там на брусьях отжимается. Когда мы с ним разговаривали и познакомились, он сказал, ему 92 года, причем у него здравый ум, ясная память, он помнит, как меня зовут, хотя мы один раз там с ним познакомились, пообщались. Он активный, он жизнерадостный, и он, вот мы с ним общаемся, у меня даже мысль такая появилась, надо его пригласить к нам на встречу, чтобы он поделился своим опытом. И общаемся с ним, он жалуется, говорит, слушай, говорит, так, говорит, вчера, говорит, как я только не пробовал вытянуть своего друга полковника, говорит, ни в какую, лежит себе, говорит, уже доживает, я говорю, сколько шуму лет, говорит, там 80 лет, еле передвигается. Вот в этом, наверное, и есть разница, когда ты можешь в 90 лет, в 100 лет активно жить, ты можешь быть своими внуками, правнуками, когда ты чувствуешь свою мышечную систему, у тебя есть энергия, ты высыпаешься за 6-7 часов, ты не хочешь спать, ты не падаешь от усталости, тебя ничего не беспокоит, у тебя здоровые дети. Вот это в моем образе здоровье. И с другой стороны, всегда картинка перед глазами, когда ты прибегаешь на тот же самый стадион, и рядом сидит пенсионер, которому 50-60 лет, выглядит на 80, и передвигаться уже не может. Да, это выбор, сколько суждено, но мы сами решаем, каким образом мы будем следить за собой, и что мы будем делать. Есть законы природы, против которых мы просто физически не можем пойти. Это так же, как ходить на красный свет. Если мы это будем делать, рано или поздно нас собьет машина. И некоторые примеры, которые я вам подготовил, у меня, к сожалению, нет такого превращения, но есть ребята, с которыми я общаюсь, это мои друзья, знакомые. Это вот в данном случае, это Максим Бургер, живет под Гамбургом. Я буквально неделю назад от него вернулся. И, кстати, вот эти слайды, о которых я буду вам сейчас показывать, это он подготовил, это его фотографии в 21 год и в 27 лет. Как вам разница, да, парень немножечко поменялся? Можно, как правило, у людей эти фотографии можно поменять местами. Обычно в молодости мы такие, да, чем старше, чем больше. У Максима другая история. И это, опять же, это вопрос выбора. Максим бегает по 20 километров в день, у него масса энергии, он спит по 4-5 часов, когда это необходимо, и при этом масса энергии. Вот об этом идет речь. И когда мне люди говорят, ой, там не, там некогда или не до этого, чтобы заниматься своим здоровьем, говорю, ребят, вы просто не представляете, а как же можно себя чувствовать? Вот Максим, кстати, вместе с нами. Вы потом сможете с ним продолжить общение в соцсетях. Думаю, он найдет время, чтобы какие-то там фотографии, я не знаю, там прокомментировать, кто захочет подтверждения. Вот вы не знаете, как можно реально по-настоящему себя чувствовать. Следующий человек, о ней очень много, это Аннет Варкин, 73 года. Вот так можно выглядеть, 73 года, который Максим Бургарт, вот он выше написал, Наталья. Вот. Или следующий человек, это наши общие, это знакомые Максима, мои сейчас уже знакомые, это Кара Бродман и Маркус Роткранс. Это люди, которым на сегодняшний момент, вот Кари 50 лет, Маркусу 55 лет. Ребят, я думаю, что вот, причем, кстати говоря, не гены, не талант явно не в эту сторону. Это не то, что дано природа, это все люди себя моделируют. А если не это важно в нашей жизни, тогда вопрос, а что вообще важно в нашей жизни? Потому что здоровье, это все. Это такая некая, знаете, как ниточка, на которой держатся все остальные ценности, в виде денег, развития, богатства, еще чего-то. Ты ее перевязаешь, все заканчивается. И наоборот, чем более ты здоровый, тем качественнее твоя жизнь. Ты можешь себе много чего позволить. Ты, как минимум, у тебя есть энергия на реализацию твоих целей. Поэтому, ну, я считаю, это классно, это здорово. Я сам к этому стремлюсь. Я хочу выглядеть так же в 55 лет. Я хочу радовать своих близких, свою жену таким вот здоровьем. Ну, я считаю, это клево. Ну, всем в любом случае желаю этого, чтобы мы с вами к этому шли. Окей, идем дальше. Если мы говорим о концепции здоровья, то давайте мы уйдем от такого понимания, как здоровый образ жизни. Всем уже, знаете, как оскомина такая, уже всегда стало это понятие. Причем очень много всяких там, я не знаю, теорий по этому поводу ходит. Я хочу говорить о здравом отношении к здоровью и о здравомыслии. Говорить о физиологии и о природных знаниях. Причем все то, что я вам сейчас буду показывать, это не какая-то специальная теория и практика. Это фактически знания, которые люди когда-то утеряли. Мы их сейчас возвращаем. Окей, и если мы говорим о концепции здоровья, вот такой вот, да, парнишка у нас веселый. Вся наша концепция здоровья, она будет построена на двух факторах. Первое, это комплексный подход. Второе, это возобновляемость клеток. О чем идет речь? Сейчас мы с вами будем говорить и о такой и о теоретической части. Надеюсь, что я вас не утомлю этим. И параллельно я буду приводить примеры из жизни, свой опыт, опыт моих друзей. Ну и, соответственно, параллельно буду давать рекомендации. Если будут по ходу появляться вопросы, с радостью на них буду отвечать. Итак, давайте по порядку будем говорить. Комплексный подход. О чем идет речь? Сейчас очень много есть всякого рода практик. Есть дыхательные практики, есть йога, есть еще что-то. Есть питание по такой системе, по такой системе. И каждый хвалит свое, и каждый говорит, что это лучшее, что вот только это, все другое, плохо. Я считаю, ну как минимум, это не совсем правильно, если так можно говорить. Речь идет о комплексном подходе. Это все важно, и это все одновременно. Если говорить о основных факторах, то их можно посчитать на пальцах одной руки. Первое, это психология, причем с этого все начинается, потому что пока человек не наведет порядок в своей голове, в своих мозгах, ничего не поменяется, пока он не начнет думать по-другому. Ну, к примеру, если мы говорим о том, что когда у ребенка появился насморк и начинает течь с носа, любая мама, в принципе, должна знать, что насморк, такие вот некоторые примеры буду вам приводить, это иммунитет, наши лейкоциты, которые ценой своей жизни инактивировали вирус, там, грибы, либо бактерии. И вот этот вот слизь, который выходит из носа, это вот этот вот сгусток переработанного, того, что нужно вывести. В зависимости от того, какого цвета, зависит, ну, это там грибок, вирус, либо там еще что-то, да. И, соответственно, мы с вами логично понимаем, что это нужно вывести, нужно там начать пить воду, нужно это все выводить и ни в коем случае не оставить. И в этот момент, если мы закапаем ребенку капли, да, нос с каплями, которые являются сосудосуживающего эффекта, да, он будет дышать, да, будет все замечательно, но оно пойдет все обратно и мы получим место там двух-трехдневной простуды, мы получим гайморит и все, что с этим связано, то есть самое разнообразное осложнение. То есть, в первую очередь, это психология человека, который должен это, ну, в принципе, понимать. И так касается всего остального. Я вам привел пример, манюсенький, который очень сильно может отобразиться на здоровье человека. Итак, это психология. Второй пример, это физиология. Точнее, наш образ жизни. То есть, двигаемся мы, либо у нас там гиподинамия, которая фактически и провоцирует ряд разных проблем. И часто люди говорят, ну, окей, да, ну, вот раньше наши там родители, они вот там, многие вот этих знаний в этом не разбирались, да, и они здоровы. Но у меня вопрос, как вы считаете, двигались ли наши родители больше, чем мы сейчас? Вопрос риторический. Естественно, у них не было столько лифтов, да, пятиэтажные дома, нужно было подняться. Пультом дома, даже пульта банально дома не было. Нужно встать, поднять свою пятую точку, да, и попереключать. Как минимум, опять же, движение, меньше, больше двигались, не было мобильных телефонов. Так как минимум, взять ручку и написать письмо, опять же, затрата энергии некая. Мы двигались больше, мы сжигали больше калорий, могли больше съедать. Ну, не мы наши, прародители. Окей, физиология. Следующий момент. Это воздух, то, чем мы дышим. Тоже здесь вопрос такой, очень интересный. На эти три фактора мы можем влиять, поскольку, поскольку. Вот дальше, что касается воды и еды, это как некий комплекс, да, вот это напрямую то, что зависит от нашего с вами воздействия. И это все должно влиять на чистое тело. Мы это все потребляем, там, вода, еда, там, воздух, да, движение, и это все эти процессы должны протекать в чистом организме. И вот в первую очередь, то, на что мы с вами можем влиять, и это главное, это вода, и это еда. И об этом мы сейчас с вами поговорим. То есть, это буквально вот с завтрашнего дня мы с вами проснулись, и мы уже можем начинать с этим что-то делать. И теперь принцип, о котором мы с вами поговорим немножечко больше, это возобновляемость клеток. О чем идет речь? Теперь теории, дальше поговорим о практике. Первое. Весь наш организм, он состоит из клеток. Их миллиарды в нашем организме, ну, представить, да, если я там заполню на 70% из воды, как такой аквариум на ножках, то вот все, что ниже меня, это все вода. И там плавают клетки, их миллиарды. Эти клетки складываются в ткани, в ткани, в органы, органы в системы, и кто знает, их 12 основных систем. И если идет речь о том, кто чем занимается, то органы и системы фактически это прерогатива современной медицины. То есть, когда у человека заболело что-то, мы идем к доктору и говорим, доктор, у меня, ну, и стандартная история, да, стандартные разговоры. Интересная штука, что, как правило, если мы говорим о здоровье, то, согласитесь, мы очень редко идем к врачам, когда мы здоровы. И на самом деле, очень часто, ну, давайте так, это было бы абсурдно, когда мы приходим, предположим, к хирургу, или там, к терапевту, и говорим, доктор, мы выстояли в очереди, соответственно, полчаса, час по-разному. В Европе это вообще стоит очень больших денег, там всякие, всякие его рода консультации. Мы говорим, доктор, вы знаете, я абсолютно здоров, что мне делать? Ну, вам доктор скажет, слушайте, если вы пришли ко мне, простояли час в очереди, с таким вопросом, вы явно нездоровы, вам будут рядом соседний кабинет, так никто не делает, тогда вопрос, а кто должен этим заниматься? Если говорить о нашем с вами здоровье, для меня это образ, знаете, такой вот как, если представить наш организм, то идея в следующем, в нашем аквариуме плавают органы, системы и так далее, и вот наша с вами задача, делать такую среду вокруг наших клеток, чтобы действительно все процессы протекали правильно. Для меня это образ следующий, что если мы с вами хоть раз были там вблизи болота, предположим, болото это всегда застоянная грязная жидкость, с которой проходит куча всяких разных процессов, причем деструктивных, да, там грибы, там всякие паразиты разводятся, жирность всякая, бесполезно травить, вот эту всю жирность, пока мы не убрали из болота, не сделали реку, но ведь логика уже в этом есть, и то же самое в нашем организме, если мы внутри навели болото, мы развели там грязь, организм обезвожен, мы его никогда не чистили, мы не давали ему нормальное питание, это все зашлаковано, и это все проявляться может в самых разнообразных формах, высыпание на лице, но мы же логически с вами понимаем, что это не заболевание кожи, это все лезет изнутри, проблемы с давлением, когда густая кровь, вязкая, когда забиты почки, мы понимаем, что проблема внутри, когда у нас болит голова, это не значит, что нам не хватает анальгина, поэтому я иду в аптеку, моему организму не хватает анальгина, дай-ка я его выпью, это то же самое, что когда в машине проблема, загорается красная лампочка, мы ее берем и заклеиваем, или там подъехали на стол, отрежьте мне пожалуйста, бесит она меня, мы так никогда не говорим, мы понимаем, что есть определенная первопричина, так вот первопричина, она кроется именно в клетках, потому что вот органы и системы, это следствие болезней, а мы с вами говорим о причине болезни, и соответственно причине здоровья, мы должны сделать так, чтобы вот эти клетки, они были в чистой и правильной среде, и первое, что нам необходимо нашему организму, это питание, давайте поговорим с вами больше о еде сейчас, как о базовом фундаментальном моменте, первое, есть такой нобелевский лауреат, как Алексей Скоррель, можете его историю посмотреть в интернете, в чем его известность фактически, он проводил исследование, он брал ткань эмбриона, ткань цыпленка фактически, помещал его в чашку Петри, и ей периодически, ну там в течение дня, он давал ей определенные питательные вещества, то есть определенные микро-макроэлементы, аминокислоты и так далее, и почему собственно он был номинирован на Нобелевскую премию, этот эксперимент продолжался, если я не ошибаюсь, более 30 лет, эта ткань не разлагалась и не разрушалась, фактически он доказал, что сама по себе клетка, она практически бессмертна, понятно мы не можем так сказать о здоровье человека, но тем не менее, наш организм постоянно регенерирует, и вот этим исследованием, это доказал, что если мы нашему организму дадим все необходимое, можем быть намного лучше себя чувствовать, и быть здоровыми, и в 70-80 лет выглядеть, извините, на 60-50, да, вот одно дело, то что у тебя в паспорте написано, а другое дело, биологический возраст, я думаю было бы неплохо, для того, чтобы по паспорту 60, а выглядеть на 40, это было бы очень любопытно и интересно, и так, в чем нуждаются наши клетки, первое, это аминокислоты, из этого состоит весь наш организм, это все мягкие ткани, это то, что мы должны потреблять из еды, следующее, это минералы, что они делают, они удерживают все компоненты вместе, как бетон, то есть, они взаимосвязаны, следующее, это витамины, заставляют все компоненты взаимодействовать, причем, витамины переводятся, как витамины, вита это жизнь, мины минералам, то есть, именно благодаря витаминам, минералы, фактически, осуществляют все свои функции, следующие, ферменты, регулируют все процессы, как начальник стройки, то есть, они регулируют, что куда должно идти, плюс, именно благодаря ферментам, все это дело должно расщепляться, чуть-чуть дальше, мы сейчас с вами поговорим, о том, как это все сохранить можно, либо же, где это все взять, это фактически, мы сейчас с вами говорим, о некой такой теории, и следующее, это насыщенные жирные кислоты, защита от чужеродного проникновения, как забор на стройке, ну, такой интересный пример, окей, и давайте, ну, наверное, может быть, есть смысл, сейчас рассказать о каждом из моментов, почему это реально очень важно, если мы представим такой момент, да, что мы из еды должны потреблять, вот, все эти необходимые вещества, как строительный материал, причем, каждый из них, имеет фундаментальное значение, пример, ну, давайте банальный пример такой, сами рассмотрим, когда мы режем, порезали руку, мы все видим, как наш организм регенерирует, мы все видим, как кожа отшелушивается, новая появляется, также волосы, там, ногти, ну, зубами тяжелее, естественно, там не проходит процесс регенерации, так вот, мы это с вами постоянно видим, и наш организм постоянно регенерирует, но так же, как женщина, период там беременности, ну, и вообще, женщины, как рожают детей, то есть, они создают новую жизнь, и дальше эта жизнь создает новую жизнь, все очень просто, теперь вопрос, если, сама мама, она имеет кучу проблем со здоровьем, да, может ли родиться здоровый ребенок, естественно, нет, так же и в нашем организме, при нехватке минералов, ну, пример, тот же самый кальций, тот же самый калий, натрий, они все являются составляющими нашего организма, при нехватке кальция, мы знаем, что произойдет, при нехватке натрия, та же самая история, ну, то есть, буквально, фактически, с каждым элементом, мы можем связать проблему, которая появится, есть замечательная книга, называется, доктор Уолл, умнейшая доктора не лгут, кто не слышал, почитайте обязательно, он патолагонатом, он проводил скрытие, и он показывал, в чем причина, вообще, всех проблем, почему люди болеют и умирают, там очень много разных исследований, но основной факт, который он привел, практически все проблемы, и все деструктивные процессы, связанные с нехваткой питательных веществ, либо организм закислен, обезвожен, зашелкован, что они не проникают, либо, в принципе, этого в еде не было, окей, итак, следующее, и что не так с нашей едой, ну, вот, у нас такая красивая сейчас картинка, кто, кстати, поужина уже, замечательно, кто нет приятного аппетита, я думаю, для многих людей это выглядит очень симпатично, не для всех, конечно, вот, но для большинства, итак, что с нашей едой, первое, аминокислоты, мы все понимаем, то, что, да, окей, мы должны это брать из еды, но, интересная штука, при температуре 80 градусов, все аминокислоты, они фактически разрушаются, так же, как кровь сворачивается, при температуре 42-43 градуса, на термометре, помните, вот, аминокислоты при 80 градусах, там продукт распада азот появляется, и много-много других вещей, фактически, большинство еды, мы подвергаем термической обработке, ну, и, естественно, что мы получаем в результате, следующее, это минералы, все минералы, они выпадают в осадок, и при 60 температурах, при 60 градусах, они становятся неорганическими, следующее, это витамины и ферменты, очень интересная штука, да, как энзимы, вот многие слышали, это ферменты, или же те же витамины, а очень хрупкие существа, можно так назвать, банальный пример, давайте, если мы возьмем с вами сейчас косточку с абрикосом, и мы посадим ее в землю, ну, и будем там ее поливать, что произойдет? Ну, по логике вещей, рано или поздно, у нас должно появиться деревце, абрикоса, естественно, не яблоня, это, кстати, если мы говорим там о развитии в бизнесе, то часто люди делают одни и те же вещи, в надежде получить другой результат, там садят абрикоску, в надежде получить яблоню, нужно менять зерно, ну, сейчас о другом, так вот, прорастет деревце, но если мы обработаем термически, то есть пожарим эту косточку с абрикосом, и посадим в землю, никогда жизни там не будет, при термической обработке, это полностью разрушается, но, помимо витаминов, ферментов, к витаминам и ферментам, относятся еще другие вещи, понятно, при температуре 40 градусов, следующие консерванты, солнечный свет, и со временем, они полностью разрушаются, и такие консерванты, как соль, сахар и уксус, они полностью уничтожают витамины и ферменты, поэтому в следующий раз, когда, ребята, да, молодежь, когда вас бабушка с дедушкой, будет говорить, скушай смородинку, законсервированную, с кучей сахара, и говорить, скушай витаминков, это полезно для иммунитета, ну, я надеюсь, вы сможете аргументировать, ну, давайте так, обижать не надо, типа бабушка, это все, понятно, что вы вряд ли переучите, расскажете об этом всем, но, как минимум, вы сами это будете понимать, и, ну, знаете, то, что очень мало осталось этого в нашей еде, потому что мы это все, ой, регулярно обрабатываем, и насыщенные, полиненасыщенные жирные кислоты, очень интересная штука, разрушается при температуре 60 градусов, несколько моментов, просто вам назову из таких интересных фактов, представьте наши клетки, да, вот они плавают в межклеточной жидкости, они состоят из воды, плавают в воде, вопрос, почему они не растворяются сами в себе, и как мы вообще вот существуем, на самом деле, вот эта мембрана клетки, она и состоит из омеги, полиненасыщенных жирных кислот, и наш мозг, наша печень, наше сердце, напрямую связано, их здоровье, с количеством, вот собственно, вот этих вот веществ, однозначно, потребляем ли мы это из еды, это очень большой вопрос, в норме, при заморозке, при заморозке, очень многие элементы, они сохраняют, заморозка, это единственный способ, который поможет, ну, многие вещи сохранить, поэтому, ну, заморозка, высушивание, в том числе, помогает это все сохранить, хороший вопрос, вот, консерват, Максим, распиши немножечко больше, что ты имеешь ввиду, консерват, и, если мы говорим о полиненасыщенной жирных кислотах, еще один момент, который полностью уничтожает, это наши моющие средства, которые стоят у многих на кухне, ну, у меня натуральные, там, вопрос другой, но у большинства, гала, фэй, и многие-многие другие, нельзя, правда, антирекламой заниматься, но, я думаю, никому не расскажете, о чем идет речь, это вещества, которые направлены на то, чтобы разрушить жировую, вот эту вот мембрану, да, ну, с тарелок их нужно убрать, причем даже в холодной воде, соответственно, что получается, вы представьте, мы это все убираем, плюс, это остается на тарелке, доказано, смывается, 35-й водой, мы насыпаем туда еду, начинаем есть, и это все попадает в наш организм, в нашем организме, те же самые жировые клетки, поэтому, те, кто регулярно этим пользуются, знаете, то, что, там, 20-10, еще лет 15, и общество очень сильно это все аукнется, причем, мы не до конца еще знаем последствия всей нашей вот этой вот технологичности, и всех упрощений жизни, можем так их назвать, как это все дальше будет происходить, когда мне говорят, там, да, Саша, ну, вот, а наши родители, наши родители успели в копилку со здоровьем, что-то положить, подышать воздухом нормальным, поесть нормальной еды, и много полезностей всяких сделать, и сейчас, да, не из копилки вот этой вот, которой куча всего насложена, мы расходуем, а вопрос, а дети, которые сейчас рождаются, ложат ли они что-то в эту копилку, я очень сомневаюсь, они начинают расходовать, организм изо всех сил пытается с этим сражаться, откуда столько прививок сейчас, почему раньше, когда говорили, если ты хочешь быть здоровым, не болеть гриппом, ОРЗ, ОРВИ и так далее, поднимай иммунитет, занимайся собой, а сейчас говорят, сделай прививку от гриппа, сделай прививку от простуды, а как так, как это все происходит, и у меня даже, ну как бы ладно, происходит понятно почему, как люди не понимают, что зачем следует, то есть, ну как минимум, нужно включить свои мозги, и начать об этом думать, и так, вот это все, это как некая такая вот цепь, которая вся взаимосвязана, нет чего-то одного, все, цепь разрывается, и человек не может быть здоровым, аминокислоты, метамины, минералы, ферменты, и полиненасыщенные, жирные кислоты, причем, ну вот, да, если цепочки одной нету, то естественно, это уже разрывается, и дальше происходит проблема, у большинства людей, у которых я спрашиваю, как вы считаете, потребляете ли вы норму этого всего, из еды, норму селена, или норму витаминов, потребляет ли ваша бабушка с дедушкой, норму кальция ежедневно, или может быть серой, из которой состоят наши ценительные, вот эти все ткани, каждый человек скажет, что естественно нет, хотя вот это первично, мы должны с вами это понимать, это первый момент, и второй момент, что мало того, что мы сами уничтожаем, все что было в еде, второй вопрос, как это все изготавливается, когда оно попадает, на прилавки, на витрины, у меня дедушка фермер, всю жизнь был, он там на мельнице работал, он мне рассказывает изнутри, как это все происходит, он говорит, Саш, сейчас ничего не производится, фактически натуральным способом, сейчас все удобряется, причем все хотят получить прибыль, все хотят, чтобы оно было большое, красивое, яркое, пестрое, а у полезности речи не идет, то есть оно уже пустое, ну и как минимум, все здравомыслящие люди, должны об этом думать, и это понимать, и так вот это главный вопрос, с точки зрения долговечения, для регенерации клеток, нам нужен строительный материал, второй вопрос, для того, чтобы это правильно усваивалось, главное, что нам необходимо, это вода, ну фактически, можно было с этого начинать, и это первый шаг, организм напоить, но мы его подводим, фактически, все-таки питание, мы выделяем, как более комплексный, глобальный процесс, и вода, это важный элемент, для того, чтобы это все усваивалось, ну и токсины выводились, по воде, несколько моментов, первое, это количество, и второе, это у нас идет, качество воды, по количеству, это 30 грамм на килограмм веса, все просто, то есть, если девочка весит 50 килограмм, ей нужно пить полтора литра воды, если девочка весит 100 килограмм, ей нужно пить, три литра воды, больше, но это уже придется, такой баклажкой ходить это важно это нужно это правильно если человек не допивает воды посмотрите видео называется болезнь обезвоживания ольга бутакова она проводит такую прямую взаимосвязь недопитой воды с проблемами человека то что мы не на мне кажется глухой должен услышать когда она объясняет что при нехватке воды во первых накапливаются токсины головные боли это нехватка кислорода и отравление токсинами организма нехватка кислорода нехватка воды камни в почках камни в печени то же самое обезвоженный организм повышенное давление это густая кровь ты не пьешь воду либо пьюши и мертвой сейчас об этом поговорим сахарный диабет многие многие другие вещи соли мочевой кислоты которые не выводятся до люди очень много да да в некоторых картошку коврадский жук уже не ест ну вы понимаете о чем идет речь а для того чтобы ну короче все это обрабатывается не будем к этому возвращаться мужа воде говорим а естественно вода это 70 процентов ну как первопричина многих многих проблем воду нужно пить это факт это можно нужно научить всю свою семью и второй момент это качество воды 5 параметров которые жизненно важны для нашего здоровья первое это структура воды замечательный фильм есть тайна живой воды особенно вторая часть там ольга бутакова выступала многие моменты интересные факты рассказывал кто не смотрел обязательно вернитесь к этому фильму вместо там какого-то сериала да я думаю есть смысл выделить часик времени просто понаслаждаться получить удовольствие не буду много об этом говорить хотя могу очень глубоко эту тему раскрыть но давайте дальше второй пункт этой минерализации воде должны быть соли в ионной форме нам не нужны неорганические минералы очень интересный момент потому что когда мы говорим о том что до воде очень много минералов это здорово но это то же самое как представьте что есть гвоздь да он состоит из железа железо нам необходимо но 8 никогда не усвоим это неорганическая химия только из растений только в хилатной форме только в ионной форме это должно быть в воде следующий параметр это поверхностное натяжение что такое поверхностное натяжение вот это вот видите такие вот водичка она вот таких вот ну что решать когда выглядит это вот эта пленочка фактически есть поверхностное натяжение измеряется в динах на сантиметр так вот большинство воды которую сейчас пьют люди помимо того что днем мертвая структура а а без а без скажем так жизненная почему мы когда воду или термически обработали или же пропустили через фильтр или по всем вот этим трубам она прошла естественно структура полностью разрушается с поверхностным натяжением даже самая история 72 дина на сантиметр никогда не вода не попадет скани в клетке сразу и вот эти вот отеки из-за бытовой воды я думаю многие с этим сталкивались особенно летом да я думаю знакомой истории следующий момент это окислительно-восстановительный потенциал что это за штука такая интересная если простыми словами это энергетика воды примеру когда мы рождаемся но давайте так организм человека это как батарейка при рождении которая заряжена но лет на 160 точно плюс минус да причем вы можете увидеть у детей мы часто называем детей неугомонными здоровый ребенок это тот кто активный всех достает до детей останавливать в этом нельзя вот а у них очень много энергии у них батареечка заряжена к 70 к 80 годам эта батарейка полностью потухает когда она сядет человек умирает и очень часто да вот это вот люди энергичные которые сохранили свою батарейку они раздражают и бесят тех людей у которых батарейка подсела то есть короче с ними некомфортно да вот это вот энергии энергия и соответственно воду которую мы пьем она либо дает нам энергию либо она и забирает измеряется в мире вольтах а есть интересный пример это вот горячие горячие источники ансен горов это вот фотография сделана близ горы фуджияма таких источников японии порядка 2000 не точнее не источника вот этих вот таких вот неких бар они можем таких назвать да где люди проводят время там вода очень сильно отрицательно заряжена она обладает очень большими антиоксидантными свойствами и чем больше человек соприкасается с этой водой пьет эту воду тем больше он подзаряжает себя фактически все долгожители которые живут долго они пьют живую воду и едят живую еду которая вот заряжена отрицательно это кстати один из очень важных пунктов долголетия пить воду отрицательно заряженной следующее это кислотно-щелочной баланс давайте пару слов об этом вот на слайдах нас вот я у нас с вами есть пример от 1 до 14 один это кислотность воды в жидкости до 14 это щелочная среда и что мы с вами имеем первое зона жизни это 7 и 5 то есть это норма тут проходят все процессы в нашем организме слюна 7 и 5 там 743 ну там уже тонкости могут быть я думаю нам они с вами не принципиально просто запомните page примерно 743 7 и 5 зона смерти это 2 соответственно на одну секундочку мука сахар углекислый газ это все паш два с половиной задайте себе вопрос если в вашем рационе мука сахара или углекислота вся газированная вода напитки которые мы не мы кто-то до потребляет рыба мясо яйца молоко это все закисляющие продукты то есть я думаю вы самой согласитесь порядка 80 процентов еды которую мы едим она является слизи образующей мы регулярно каждый день мы свой организм зашелковываем этим а такой вот знаете как из родни возьмите бочку да и в бочку регулярно начните засовывать вот эту всю грязь и при этом еще и консервируйте да то есть примеру организм как бочка вот это она периодически выплескивается да и пытается как-то от этого избавиться там потеет еще что-то делает а мы что делаем чтобы не потеть взяли замазались лимфоузлы заблокировали выход лимфы да и все она все дальше у нас хранится и дальше мы имеем узлы и все что с этим связано а и много много-много других примеров то есть организм застоянный и в нем начинает развиваться всякого рода проблемы то есть люди делают просто хронически все неправильно наши выделительные системы работают на износ чтобы восстановить щелочную среду организма запомните кислота щелочной баланс это и есть путь долголетию путь здоровью а щелочные минералы для нейтрализации кислоты которые постоянно выделяются то есть представьте в организме 7 и 1 в крови быть не может и организм постоянно пытается ну что ли помочь нам каким образом он вымывает щелочные элементы которые являются буферными на 3 магний кальций калий а плюс ферменты плюс энергии плюс время и это то почему люди 60 лет выглядят на 80 вот в этом весь вопрос потребительский кто готов к этому отнестись серьезному я поздравляю значит мы с вами на правильном пути кто нет ну значит 20 10 20 лет максимум да можно жить на полную потом начинается обратная история но в общем надеюсь мы с вами как говорится договорились о общих базовых понятиях и подкрепление этого есть человек который провел исследование кстати за это получил нобелевскую премию его зовут отто варбург немецкий биохимик 1932 году он получил нобелевскую премию за то что доказал раковые клетки не растут при паш 7 с половиной и выше то есть щелочной среде вдумайтесь в этом то есть фактически этот человек сейчас следующий слайд этот человек нашел тридцать втором году лекарство от рака он объяснил природу рака и почему она появляется рак это такая очень больная штука для близких родственников и для людей которые с этим сталкиваются потому что сталкивается с этим буквально в каждом окружении уверен есть люди которые к сожалению уже к этому пришли меня недавно буквально сколько неделю назад меня шокировала новость двое моих очень хороших знакомых их не стало мы за из-за вот этой вот штуки которая называется онкология несчастье для всей семьи но как говорится дело выбора не хочу сейчас говорить ну вот если бы но тем не менее знаете вот эти случаи не нам дают посыл задуматься сколько им было но одна девушка достаточно молодая чуть-чуть наверно старше меня вторая женщина наверно около пятидесяти чем-то лет достаточно молодые жили были здоровы и активны и просто человек начинает сгорать ушли 5 раза последние три года ну ребят вот это вот история причем найти как очень многие люди ищут лекарства от онкологии вы никогда не найдут почему онкологии онкологические клетки они живут у каждого нет не 20 не 25 не 29 чуть старше это 30 чем-то спасибо я надеюсь я хорошо выгляжу это мне комплимент правильно понимаю дмитрий так вот онкоклетки они живут у каждого из нас и вопрос в одном дадим ли мы их жизнь все очень просто если мы создадим для некий свою среду они начнут развиваться иммунитет в этой среде погибнет вырезать бесполезно да можно но очаг появится в другом месте сколько раз удаляли я знаю примеры когда удаляют одну грудь другую грудь одну никуда не уходит первопричина то не убирается нужно включить свои мозги и начинать понимать что первопричина именно в этом если говорить про эту историю то современная кулинария извращается над продуктами питания она их варит парит жарит припаряет солит коптит консервирует ферментирует пастеризирует гена модифицирует ароматизирует это все что делается сегодня современной промышленности поэтому вопрос питания реально это ключевой вопрос в нашем образе жизни пустая еда и ее последствия на одну секундочку в 2000 году более 10 миллионов человек заболели раком в 2014 году их стало уже 14 миллионов в первую очередь поражаются на одну секундочку пищевод легкие грудь желудок толстая кишка и печень вот по данным а что более подробно андрей по поводу а можешь пожалуйста рассказать подробнее заряде воды давайте мы а вот завершил да весь наш вебинар и потом может быть если вы еще не устанете от меня надеюсь я вас не сильно утомлю я вот по отвечаю на вопросы чтобы не ему не возвращались скажем так вот так вот а представьте 14 миллионов человек 2014 году это плюсом на одну секундочку а теперь проследите что такое пищевод легкие грудь желудок толстая кишка и печень ничего не напоминает на самом деле это фактически то какую какой путь проходит еда которую мы с вами едим начиная пищевода дальше легкие которая постоянно вот слези находятся дальше грудь желудок толстая кишка и печень то есть онкология мы с вами не обладая каким-то биохимическим до знаниями в области биохимии либо медицинским образованием но уровне логики мы можем понять что вопрос а пищеварение еды напрямую на это влияет интересная штука что это было да вот многие слышали вирус там боя эпидемия и было она забирала две с половиной тысячи смертей в год на одну секундочку рак забирает 8 миллионов жизней в год почему то об этом но не так сильно говорят да какой-либо эпидемии которая происходит что такое 8 миллионов смертей в год это если бы 87 самолетов заполнены полностью пассажирами разбивались ежедневно в течение года на одну секундочку у нас когда разбивается один самолет об этом знает весь мир а и об этом говорят очень долго да ну конечно это трагедии это не уменьшает знать значимость но рад это 87 самолетов ежедневно разбивается вот просто представьте себе такую аналогию таким образом постепенно мы приходим к очень такому разумному вопросу что делать я так напугал вас капитально но это знаете да вот в психологии в маркетинге всегда нужно поговорить о проблеме нужно ее обнажить показать что она есть но я думаю что вы понимаете что это не просто вопрос маркетинга или психологии мы с вами поговорили о реально базовых понятных вещах от которых нужно отталкиваться тогда я надеюсь не будет после вот этой нашей с вами встречи вопроса а сколько я должен пить воду этот бредовый абсолютно неуместный вопрос который да у кого-то появляется надеюсь наша сегодняшняя встреча на это полностью уберет интересный момент давайте ну по порядку первое сокращаем отравленную еду это первый путь если бы я вам сказал что можно абсолютно не меняя свои привычки быть здоровыми да можно быть здоровее если вы добавите то о чем я говорю но если вы вот это не уберете то о комплексном здоровье долголетие но все-таки говорить тяжело я надеюсь вы это понимаете хотя конечно когда мы поговорили с у меня одна из встреч была в италии с физиотерапевтом итальянцем юля моя жена переводила а мы с ним об этом всем говорим он говорит саша ты понимаешь что а вот разом переучить итальянцев есть пиццу пасты корнеты да там пить кофе и так далее ведь мы не сможем разом раз вот это от этого всего нужно отказаться что к этому прийти к этому нужно очень много верится готовится я ему сказал ты знаешь было бы хорошо чтобы они это начали понимать потому что каждого второго итальянца проблемы там запоры проблемы с пищеварением аллергии пошло-поехало до европейцы не менее болеют чем наши на постсоветском пространстве люди но первую очередь мы можем начинать компенсировать мы можем следовать определенным шагам и постепенно человека будет меняться пристрастие к еде он будет меньше хотеть есть всего вот этого хлама поэтому давайте без радикальных мер не нужно сразу там а я я и там я было бы наверно неплохо нам отказаться от этой всей дряни но тем не менее все постепенно итак первый шаг здоровья можете себе его записать напоить организм качество воды мы должны начинать пить с вами нужное количество в день и наша задача дать биологически доступную воду я надеюсь что многие из вас слышали о том что такое коралловая вода если говорить обо мне то у меня было свое производство по очистке воды и бутылированную воду производил я изучал ее изнутри и фактически вот в 19 лет когда я уже достаточно скажем так был опытен в этом когда я начал мерить свою воду я увидел что он абсолютно мертвая для меня вот тема реально живой воды она стала приоритете вы задумайтесь сейчас эта тема актуальна через пять десять лет об этом будет говорить весь мир и первый продукт который помогает нам это сделать ну вот такой слайд интересный минеральное чудо коралл майн это возможность на полтора литра воды которую мы берем там после фильтра да либо очищена либо вы знаете что у вас источника вода более или менее чистая мы можем сделать щелочной мы можем сделать с отрицательным зарядом в милливольтах это вот ответ на вопрос да андрей ты задавал вопрос а вода измеряется в милливольтах она должна иметь энергию все воды которые я перемерил вот будучи занимаясь водой профессионально они имели параметр плюс 200 и выше хотя должно должен быть минус то есть плюс 22 максимум и в минус я меряю все вода она вся вода фактически мертвая вот а когда мы кидаем коралл на полтора литра мы имеем до минус 70 милливольт на полтора литра воды мы имеем живую воду следующее вы можете для себя взять есть такая латмусовая жидкость просто померить воду и посмотреть какой паш имеет жидкость мы тоже этим занимались уже просто поверьте моему опыту когда коралл мы кидаем на полтора литра мы получаем воду с паш 8 8 с половиной то есть не просто нейтральная не просто не вредная а вода которая способна всю вот эту слизь постепенно начинать выводить потому что я уверен мы запринят скажите все слизи образующие еды но компенсировать чем-то мы можем когда я об этом услышал ну вот первые кто от меня начал слышать о коралловой воде это мои близкие это мама которая тогда была после операции на первое что начало делать это пила начала пить эту воду бабушка с дедушкой когда мы с папой к ним приезжали в тот момент сейчас они понятно нас уже слышат но тогда это прям были ну чуть ли не через войны через переубеждения мы объясняли насколько это важно потому что уже у бабушки там то давление скакало то там проблемы то суставами проблемы и мы понимали что они у нас одни единственные нам мы хотим чтобы они жили долго и были здоровыми с посторонними людьми в жизни я не буду переуговаривать перри переуговаривать уже заговариваю за переубеждать но с близкими ты не скажешь следующий ты не скажешь я дал тебе шанса тебе решать близкие это те люди на которых стоит потратить вложить время свою энергию любовь для того чтобы объяснить насколько это важно когда мне говорят про деньги что-то когда я говорю что это стоит 60 центов в день 14 гривен в день в украине в рублях это там 3 чем-то рублей по моему это просто ни о чем это возможность пить живую воду у себя дома при этом реально со временем забыть о многих проблемах это не для богатых не для бедных это для умных людей а кто мне начинает говорить что-то про стоимостью давайте зайдем к вам домой откроем холодильнике проведем экскурсию я вам проведу по вашему холодильнику мы поговорим о том сколько вы в день тратите на напитки только убивающие закисляющие ваш организм поэтому фактически это для мудрых умных людей второй момент это очистить организм первым и его напоили кстати наряду с водой есть программа detox можете посмотреть видео у меня на канале по моему ну есть в системе бибгуру она есть на сайте профессоров подхомутниковых там они 15 минут рассказывают про программу detox обратите внимание эта программа с которой идеально начинать следующий путь это очистить организм желудочно кишечный тракт лимфатическая система бактерии грибы паразиты которые накапливаются не буду долго раскрывать эту тему я думаю что эта тема буквально отдельный мы день выберем и более детально раскроем все эти вопросы вопрос критично важный почему потому что если мы с вами не уберем слизь из кишечника не уберем все вот эти паразиты вопрос вы знаете что сейчас очень много есть компаний на рынке занимаются витаминами бадами там правильным питанием это клёво я не против не буду им спорить о качестве это отдельная история но если мы не дали воды если мы не убрали вот эту грязь вопрос кто будет это усваивать почему потому что начале всасываются питательные вещества потом вот эта вся масса ну и да уже или остатки проходят дальше в толстом кишечнике всасывается вода и уже дальше выходит а представьте это все в слезе у нас есть видео кишечника изнутри такие ужасающие кадры которые показывают что реально как это все проникнет через вот этот слой слизи и соответственно кстати вот опять же такие вот историями будем говорить как только человек начинает пить воду тут же налаживаются вопрос пищеварения найти вот у кого запоры есть и вся вот эта вот беда представьте при нехватке воды протолкнуть всю вот эту еду по кишечнику она же высыхает и человек не может нормально протолкнуть вот эти все остатки и нам начинается начинает геморроя заканчивая другой историей как только начинает пить воду у него уже пищеварение налаживается когда он проходит очистку вот это все убрал тут же у него происходит процесс усвоения питательных веществ намного лучше причем утром здоровый бодроэнергичный человек имеет заряд своему 3 а ну это вот вопрос по это вот ответ на вопрос да андрей ну почитайте внимательно спасибо большое сергей вот и человек реально может видеть на себе результаты когда мы говорим там про очистку организма и представьте каждый человек носит себе там у пяти до двадцати килограмм ненужной всякой псячины отравляет ежедневно организм представьте как человек будет чувствовать себя когда от этого избавиться вопрос как избавиться когда я приехал к максимум он меня конечно немножко поверг в шок вот максим о котором я рассказывал это человек который очень глубоко занимался и занимается своим здоровьем вот частности до кораллового клуба вот эта вся история вот это максим что это крапива да напиши пожалуйста по моему крапива если не ошибаюсь с ума сойти вот это вот он занимался до крапива ежедневно там периодично да там каждую неделю или месяц он это все собирал вот это вот все у себя в гараже раскладывал показывали где это все выглядит потом это все максим что ты с ним делал высушивал пил ел а то есть из природы до природе есть определенные травы определенные растения которые являются до антипаразитарными средствами и которые являются очистительными средствами но вы представьте как нужно с этим заморочиться это просто наравне с максим тебе явно мы где-то нас наше событие приедешь какую-то придумаем тебе медаль вот героя реально это очень трудно мне когда рассказывал когда он проходил антипаразитарную программу каждый день съедал вот такую вот как его назвать головку чеснока каждый день для того чтобы создать нужную концентрацию вот фактически веществ из которого варенье варят но опять же из-за дуванчика опять же варят варенье ну мы только с вами говорили про сохранение свойства дуванчики когда с ним проварят и все остальное манипуляции проведут максим это все не варил это все было в живом виде блендером перебивалось и слушайте пример какой-то я вам рассказывал хороший а ну вот да и он рассказывает мне мама его рассказывает уже говорит саш ты не представляешь какой запах исходил от этой истории представьте съедать головку чеснока ежедневно чтобы создать концентрацию хотя раньше наши прародители этим занимались ну прародители так называют там прабабушки прадедушки семена там тыквы полынь пижма еще что то то есть этим занимались это было важно мы к этому шли но сейчас мы забрались города мы полностью ушли от природы декаре свернил перантема скажите заменят ли вот они вот эту всю историю три дня и у вас нет паразитов вместе с микрофлорой кишечника вместе потом здесь бактериозом и полным отсутствием иммунитета который напрочь раз-два и уничтожили ну вопрос опять же да такой риторический если мы говорим о современных способах почему коралловый клуб да потому что это просто собранная природа это когда взяли вот эти все травы плоды ягоды растения и высушенной форме сделали удобной для потребления без термической обработки щадящим там при температуре 40 градусов ничего не разрушая высушивая сохранив все полезные свойства вы возьмите ту же самую капсулу на не знаю каскары саграды хорошая штука которая помогает прочистить кишечник у меня вот максим рассказывает его другая взял раскрыл и на языке такой ядреный имеет вкус запах соответственно то есть большинство из нас физически этого просто выпить в обычном не могут режиме но когда это рисовой капсуле находится это очень удобно потребляется сразу хочу ответить на вопрос добавки да ну пугают нас все этим словом страшно таким зверьком что такое добавки я на самом деле не сильно люблю это слово почему потому что консерванты и так далее тоже добавки то есть все под одну линейку но пример который я привожу вы можете привести его своим друзьям на которые вот пытаются высказать свою точку зрения представьте на одну секундочку абрикос да там 5 килограмм абрикос каждый из вас видел как выглядит курага то есть 5 килограмм акридрикос грубо говоря там получится до килограмма кураги курага абсолютно не менее полезно чем этот вот свежий абрикос просто высушенной форме в концентрированной форме если мы из этой кураги уберем ненужную шелуху там дам уберем влагу и спрессуем мы получим выжимку абрикоса и это останется едой просто в другой ее форме поэтому я не хочу это называть там отдельно какой-то добавкой еще чем то это просто умная еда смартфуд и у нас есть целой линейки которые помогают в современном ритме жизни комфортно без отрыва от нашей жизнедеятельности пользоваться этим всем то есть этой природой есть очистка которая называется наряду с антипаразитарной программой называется калавада плюс это лучшая очистка на сегодняшний момент в мире я общался с создателем этой чистки альбертом зером начинает конференции большие заканчиваем его в ресторане сидели общались переводчик им он рассказывал историю он говорит саш я на протяжении 20-30 лет я изучал все существующие очистки в мире я изучал знания о природе я изучал знание о физиологии чтобы создать нечто для людей чтобы было реально полезным сейчас это человек занимается миссионерством он ездит по странам там африке и так далее то есть он говорит все что нужно человечеству я уже создал вот очистка которая за 14 дней позволяет просто поставить организм как говорится с головы на ноги помогает убрать всю вот эту грязь слизь как пылесос и мы визуально видим как говорится что из нас выходит от чего мы избавляемся представьте как можно себя чувствовать когда мы избавились от этой грязи мы это делаем семье регулярно раз полгода мы проходим очистку антипаразитарную и очистку шваков токсинов следующий момент после того когда мы организм почистили наша задача его накормить аминокислоты минералы витамины ферменты полиненасыщенные жирные кислоты и вот это один из тоже этих моментов о которых то как максим изощрялся над едой дурдом когда-нибудь попробуйте как это все выглядит как это все из природы можно получать очень часто найти как то что полезно не всегда оно вкусно тем не менее это все мы должны получать из природы чистом виде не будем мы сейчас возвращаться к проблеме с питанием связанной но я хочу чтобы вы усвоили один принцип что как только мы организму дадим щелочную еду мы дадим ему аминокислоты витамины минералы ферменты пнжк мы реально совершенно по-другому себя начинаем чувствовать с одной стороны экономия идет на деньгах почему наша клетка она сыта то еду которую мы едим это не клеточная так отлеточное питание так как лет это в клетку оттуда попадает граммы и наш организм постоянно голодный мы едим вот это бешеное чувство аппетита наша клетка становится сытая это первое у нас становится масса энергии третье мы начинаем решать так называемая проблема со здоровьем мы накормили костную систему мы дали питание нервной системы подняли иммунитет вот в этом и есть моделирование нашего тела мы можем быть действительно здоровыми я не говорю про вот этих вот да у кого-то есть цель там быть качком там накачанным большим клево но многие спортсмены знают что это не есть здоровье я не говорю об этом я говорю о здоровье когда ты классно клёво себя чувствуешь когда у тебя есть энергии у тебя есть силы я не могу сказать то что я там выгляжу каким-то может быть хотелось бы чуть больше выглядеть но я этим занимаюсь но я могу пойти подтянуться 15-20 раз я могу после этого отжаться на брусьях я могу пробежаться и у меня не будет скажем так тех проблем которые возникают у большинства людей я понимаю возраст можно говорить все такое но я надеюсь что когда я буду проводить вебинар в 50 лет 60 лет я смогу похвастаться тем же самым и в 90 лет в том числе но это путь это то к чему мы с вами должны прийти и вопрос где это все взять вот это вот еда которая идет речь естественно набрать это все из еды это очень непростая штука попробовать это все насобирать попробовать за всем этим следить клёво было бы конечно этим заниматься но как минимум для начала мы сможем с вами компенсировать у нас есть ряд продуктов такие как алтимейт спирулина и многие другие которые в одной капсуле фактически содержат огромное количество всех вот этих вот полезностей то есть это умная еда для умных людей она все у нас с вами в нашем распоряжении следующее где мы тут а сами остановились и следующее это защитить организм от стрессов медикаментов мертвой пищи и воздействие окружающей среды один из продуктов которые позволяют это делать филигранно это продукт h500 для меня это флагман вот на одном этом продукте реально можно выходить на новые рынки почему я когда беру прибору в этом метр и показываю как потенциал воды меняется из плюс 200 до минус 500 на одну секундочку вода имеет ту энергию которую пьют на островах окинавы когда вода там хунза кут вот места есть да или места долгожителей вода очень отрицательно заряжены h500 это самый сильный антиоксидант в мире для современного человека активного который очень много факторов на нас которые влияют негативно да там курение рядом выхлопные газы стресс электромагнитное звучание h500 это самая мощная антиоксидантная защита которая в принципе создана для человека и последнее здоровье это не одноразовый курс здоровье это стиль жизни и это клёво и это классно я всячески буду об этом говорить я всегда об этом говорил я разделился бы этим рассказывал своим друзьям близким родным я делал все чтобы они ну скажем так прониклись этим более того вы знаете невозможно человека научить можно только своим примером это показать как на примере детей дети будут повторять не то что мы с вами говорим а то что мы делаем и я думаю самое лучшее что мы можем сделать для себя и для других это быть примером быть примером для подражания вопрос если кто-то из вас проникнется этим и готов будет получить результаты что-то делать первое обратитесь людям которые вас пригласили они вам с радостью помогут три месяца дайте себе цель заняться собой вы почувствуете как можно по-настоящему себя чувствовать я гарантирую вам результат если вы будете делать исследовать всем рекомендациям о которых сейчас идет речь когда мне говорят а многие да там бизнес дело еще что-то да коралловый клуб это форма продвижения информации это маркетинг можем так его называть да но под этим словом у нас очень многие люди слова бизнеса но настолько уже извратили его что люди начали этого пугаться для меня это образ жизни для меня это вопрос делиться тем что мне понравилось когда мне спрашивают давайте сделаем рекламу да действительно давайте мы пустим вебинар на мой час вот час времени предположим там на один плюс один или на урт представьте сколько это будет стоить это а б представьте скажем так дадут ли вопрос дадут ли нам с вами это сделать вопрос этих знаний не вопрос рекламы не вопрос разрекламировать какой-то продукт вопрос передать знания именно поэтому это передается у человека к человеку сейчас вы слушаете эту информацию кто-то вам об этом рассказал кому-то вы расскажете если мы говорим об этом если это действительно работает я в этом уверен вы в этом убедитесь те кто первый раз вы увидите результаты и когда вы поделитесь этим с другими людьми вы увидите с какой скоростью этой информации может дальше продвигаться когда об этом знает 1000 человек и каждый сказал кому-то дальше это 2000 человек 4816 поэтому я считаю что помимо того что мы сами должны реально до заняться собой с другой стороны у нас с вами но если так уже прямо у нас сами большая ответственность ответственность но глобально за будущее будущее наших детей будущее в принципе почему если не мы мы часто говорим кто то почему не с тебя это все должно начаться поэтому для меня это не вопрос бизнеса этого не вопрос деятельности любой абсолютно человек но я считаю что если он думает что он добрый отзывчивый порядочный как минимум должен поделиться этой информацией рассказать маме которая пичкает ребенка кока-колой фантой до убивает организм ребенка о том что это плохо как минимум информацию дать я считаю это правильно это было бы человечного поэтому если вам близко все то о чем я сейчас говорил близки ценности близка информация если вы находите в этом рациональное зерно здравый смысл добро пожаловать можете в этом всем разобраться начните себя дальше захотите этим делиться и сделать это это своим делом делом всей своей жизни поверьте открываются очень огромные возможности потому что мы выходим на европу мы выходим в разные страны везде люди с одинаковыми ценностями и в этом году побывал больше чем десяти странах и везде я видел одно и то же я вижу как люди с огромным интересом приходят к нашей информации ну а естественно мы отличаемся от всего того что сейчас есть на рынке мы даем людям знания мы даем людям концептуальный подход чего больше нет ни в одной компании мира я надеюсь вы это сейчас прочувствовали и увидели соответственно есть сайт бибгуру можете туда зайти там вся информация о деятельности попросите ссылку людей которые вас сюда пригласили вы сможете в этом больше и больше разобраться я надеюсь я был полезен мы почти в час ложились с вами очень много всего наговорил любом случае это все мой опыт это опыт накопленный за 10 лет тысячи и тысячи людей которые благодаря этому получили результат для меня это дело всей моей жизни я знаю что я этим занимался буду заниматься мои дети будут этим заниматься то есть для меня это не просто дело которое там работа моя вы видите я думаю по моим эмоциям по моему отношению по моей энергии что я этим живу если получите результат когда точнее получите результаты если возможно вы были первый раз на этом вебинаре напишите соц сетях напишите может быть мне скажите там саша спасибо я применил получил результаты для меня это будет лучшей благодарностью ну что всем желаю хорошего вечера активной жизни активного долголетия желаю вам в 95 лет в 92 года как вот этот вот мужчинка с которым мы общаемся каждый день на стадионе быть крепким здоровым и энергичным ну и как я часто желаю танцевать на свадьбу своих правнуков это было бы здорово все вам энергии здоровья и долгих долгих лет жизни очень рад был с вами поделиться этой информацией все всего хорошего